Девица просто зараз. Свидское життя с Катериною Осадчою. Девица, плановости, безразличия государства. Вышли на улицу бороться, сопротивляться. Гребаный Евросоюз. Не вірится, что это правда. Сложнейший вопрос. Розлучена Снежана Егорова станет бабусею? Не встигла ты народить останнюю дитину? Как ты собираешься стать бабусей, вже нянчити онуків? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мандарини Олені та Живий собака. У Киеві презентують новорічну комедію українського виробництва «Полярний рейс». На червоному килимі російські зіркові актори. На чолі з Єгором Бероєвим. Умка, ходімо! Прем'єра Почувствували атмосферу. Я горжусь тем, що я попав сюди в момент того, що відбувається на Україні. Що вас поразило на Євромайдане? Вчера ви прийшли вже в той момент, коли почали оттіснять людей. Я думаю, що ви попали в пік событий. Нічого важного, ніж свобідне волеиз'явлення народу. Люди, устав от корупції, устав от воровства, от клановости, от безразличия государства, ви шли на вулицю бороться, сопротивляться этому. Понятно, що нету лідерів, вони розрознені, там, які-то непонятні, странні люди. Що дискриентировав себе ваш президент. Революцію делают романтики, а пользуються її плодами мерзавці. Ось у вас вже такий опыт в 2004 році був. Будет інакше в цей раз? Я надеюсь, що буде інакше. І я крайне уважаю українців в їх стремлении найти лучшу життя. Сьогодні з презентации фільма, можна сказати, відкривається таке офіціальне праздновання Нового Году. Мандарины, ёлки, шары, як в вашій семьі, празднуєт Новий Год. І переодеваєтесь ли ви для своїй дочери шестилетній все ще в Деда Мороза? Нет-нет, Дед Мороз приходит сам, конечно, я не переодеваюсь, но празднуємо ми всегда дома. Салат Оливье, іронія судьбы, да. Дочь шестилетняя все ще верит в Деда Мороза, пишет ему письма, а вы все эти желания исполняєте. Конечно. Так я верю. Зима – це період, коли ви можете вернуться к своєму любимому хобби. Це фигурне катання, танцы на льду. У вас є собственні коньки, які обязательно завжди заточені. Па основне не забыли? Можете ще повторити? Важаєтесь на підтримку? Нет, не здесь точно. Пам'ять-то осталось, конечно, движение, но в основном осталось какое-то эмоціональное ощущение атмосферы этой работы. Да, да. Игорь, ну наконец-то, что нового? Люд, предложили новый контракт. Хороший, в два раза выгонять. Ты не видел наших детей три года. Скучаешь? Скучаю. Если ты не приедешь, я не знаю, что будет. Политичная криза в окремо взятой родине. Євромайдан пришвидшил розкол артистичного подружжя Сніжани Єгоровой та Антіна Мухарського. Акторка з легким серцем позує фотографам. Нежодно зритко с одним часом выходит выбратася с дітьми до кино. Самое главное, что это должен быть какой-то фильм, который объединит интересы всех групп. Потому что Стасия, например, ей 21 год. Вот она бы, наверное, с удовольствием пришла бы посмотреть на Егора Бероева. Но у нее другая задача. Она сейчас планирует в ближайшее время сделать меня бабушкой. Да, Катюша. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста, в своих вопросах со старушкой. Не встыгла ты народить остальную дитину? Как ты собираешься стати бабусой и уже нянь нянчити онукев? Коли это случится? Ко второму месяцу лета я уже буду в новом статусе. Когда я родила своего младшего сына, Ваню, Стасе было ровно 20 лет. И когда я принесла его из роддома, и она его носила по комнате, я вдруг поняла, что, о боже мой, Стасия, это же мог бы быть твой сын, мой внук. Я же тебя тоже родила в 20 лет. О боже, о боже. Она сказала, мам, что ты так вообще кипишуешь? Мы с моими однокурсниками давно это обсудили. Да, это мог бы быть мой сын. Я ей сказала, спасибо тебе, доченька, что ты даешь мне возможность побыть молодой мамой, а не молодой бабушкой. Спасибо, конечно. Но передышка была слишком короткой. Ты же знаешь, будешь бабушкой хлопчиком, а что девчинкой? Но пока что пол не определяли, но я уверена, что это будет девочка. Ну почему-то. Потому что на самом деле я ей сообщила о том, что она беременна. Я ее не видела несколько недель, и пришла к ней на премьеру. Она играет в учебном театре института театрального имени Карпенко-Карова главную роль в спектакле «Алиса в стране чудес». Я смотрю на нее, где-то метров 20 до нее, и я понимаю, что она беременна. Я подхожу и говорю, Стас, ты беременна? Она говорит, мама, этого быть не может. На следующий день она ко мне приехала с тремя тестами. Потому что она очень сомневалась в том, что я оказалась права. В общем, я работаю рентгеном человеческих душ. Определяю беременность на ранних сроках дорого. Сейчас ты находишься в состоянии разлучения со своим человеком Антоном Мухарским. Что произошло? Чему началось разлучение? Потому что вы были великой, достаточно дружной семьей. Конечно, бывают кризи. Но это уже не первое разлучение с Антоном в вашем жизни. Роков десять тому вы гучно разлучались, разходились, били посуд. А потом взялись и родили много детей. Видимо, всегда революционные ситуации, которые грядут в стране. Мы, как люди творческие Антенны, чувствуем раньше. Предыдущий большой, скажем так, скандал действительно был накануне оранжевой революции. И он тоже был связан с тем, что каждый человек имеет право самостоятельно, не поставив другого в известность, сойти с ума. И я даю это право всегда любому человеку, в особенности мужчине. Наверное, мужчинам нужно чем-то бороться или с кем-то. Выходить на какие-то баррикады. Просто мы стали идеологическими соперниками. Почему? Что случилось? Почему вы идеологически разошлись? Потому что ваше разлучение началось до того, как Украина не пошла евро шляхом. Предметом наших, скажем так, постоянных конфликтов и разногласий является его проект Орест-Лютый. Ваше благородие, Алла Пугачёва, я до вас свертаюсь, но больше нема до кого. Зараз попонятнее я подберу слова. Ну, в общем, с***ла уся п*** сня. Я считаю, что люди нашей профессии не имеют права оскорблять ныне действующих и ныне живущих людей, которые занимаются этой же профессией, может быть, в другой стране матом. В особенности, если у людей такое большое количество маленьких детей. Не нравится жена, ищи другую. А дети уже есть. Будь любезен. Делай так, чтобы они были счастливы и чтобы они тобой гордились. Для меня это важно. Минус 22 килограмма за три месяца. Новую форму на киевской премьере демонстрирует зерка сериалов «Воронины» Я не проводила время с ребенком, у нее накопилось много каких-то бытовых дел, которые ей нужно было как-то разрешить. В общем, думаю, ничего, пусть посмотрит, как это быть такой вот артисткой, как это достается, носиться самолет рано утром туда-сюда, бегом. Она уже так немножечко сегодня мне сказала, что нет, мам, пожалуй, я все-таки буду художником. Я, конечно, может быть, поснимаюсь немножко в «Воронинах», но все-таки нет, наверное, буду либо ветеринаром, либо художником. В общем, она уморилась чуть-чуть и вот сейчас тоже, видите, подустала. Вы за последнее время очень сильно похудели на 22 килограмма. Ваш партнер по съемочной площадке Станислав Дужников тоже худеет. Мы с ним недавно общались, он сказал, что его цель 40 килограмм. Это для роли в кино, но для какой роли он пока скрывает, с какой целью худеете вы? Чисто для себя просто, ну, какой-то был момент такой, когда я уже поняла, что я не собираюсь худеть там до каких-то экстремальных размеров, мне не свойственных, но я просто понимала, что так тоже уже перебор, слишком много, тяжело, ну, в общем, как бы не очень полезно. 22 килограмма пока, цель впереди. Можно сказать, что, в принципе, цель удержать это, поскольку эта цель не выполняется. У меня такая ситуация, что если я не худею, то я толстую, то есть я, у меня два есть положения, я не стою на месте никогда, либо в гору, либо с горы. Поэтому тут, нет, у меня нет никаких целей, я, в принципе, вообще мечтаю, и, на самом деле, это самая главная моя какая-то задача, надеюсь, да, к которой я доберусь когда-нибудь, я просто хочу выработать более-менее правильный, гармоничный режим питания, не зависеть от каких-то привычек неправильных, да, когда ты, там, ешь один раз в день, ну, много, или ешь много сладкого. Вот это все, просто вот это скорее нормализовать, как бы выработать какую-то просто очень такую благополучную, правильную, режимную систему питания. И, собственно, все. То есть у меня нету вот каких-то идеалов, что там вот 42 размер, 51 килограмм. Нет, 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 нет. Сейчас Воронины сериал продолжает сниматься, я так понимаю, что на съемочной площадке вы с вашим партнером Станиславом Дурниковым теперь соревнуетесь, кто больше килограмм сбросил. Ну, вообще для меня нет в этом смысле никаких соревнований, и быть не может. Не знаю, как стать, но я думаю, что и он тоже навряд ли. Хотя, кто знает, мужчины очень чудные люди иногда. Час залишати кінозал у пошуках інших світських пригод. Человечий выбор. Украинские байкеры обирают свою королеву краси. Подивимось, кто и как смагается за титул Мисс Харлей Девицо. Я так понимаю, что вы пока что на Майдане не ночевали, но все идет до того. Я приехал из Китая, только что из Китая. Я пока что эпизодично был на Майдане, но мы за кордоном или из Украины следовали за событиями. И то, что сейчас происходит, оно как-то не верится, что это правда. Чи раптом у Китая вы были не разом с президентом Виктором Януковичем? Потому что я так понимаю, что ваши визиты співпали. Мы туда приехали, президент уже поехал из Китая, но это такое співпадение. Кто его знает, может оно там что-то означает. Это нужно расшифровать. Сьогодні вы будете выбирать Мисс Харлей Девицо. Сьогодні вы у жюри. Чи не ревнует вас дружина? Даже скажу, что дружина до тебя не ревнует. То, что мы спілкуемся с тобой, это еще ничего не означает. Тем не менее, так много красивых уголенных женок на сцене. Ну я буду жмуритись так, не дуже сильно дивитись. Сейчас вы, батько, четырех детей. Плануете еще поповнение в родине? Я планую, а дружина не планует. Человек это просто и приятная штука. А женщине нужно это выносить, потом выгодить дитину. Это тяжело. Поэтому я слушаю женщину. Если стоп, то стоп. Валерия, я вас витаю с титулом. Украинские байкеры вас обрали найгарнейшою. Как ваши батьки реагировали на то, что вы берете участие в байкерском конкурсе краси? Потому что то, что вы сьогодні вы делали на сцене для 18-летней девушки достаточно смело. Для них это был шок. Они были в шоке. Мама не отпускала. Важной, что вы учаете в Одессе юридической академии. Кем вы будете по закончению учебного 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 учебного? Судя. Вы планируете прорачивать в Одессе суде или в Киевском? Я пока не планирую. Не планирую. Судя. По-дельни. Окриме рискованной поездки с украинскими байкерами до Новой Зеленцы, у нагороды как Мисс Харли Девицент вы получили сsunка для планеты. Вы готовы полностью раздягаться для этого журнала? Это с ковом? Конечно, да, но не полностью. Я думаю, что будет бильон, что будет все гармон. С брутальной вечеркой рушаемо далее, в других советских напрямках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем, как всегда, скакать с нашим балетом, с нашим бендом, потому что все-таки в следующем году, 14-м, мы все-таки не коллектив, а табун. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На сцені пісні року «Стабільність досягнута» Ведучі концерту знову Лера Кудрявцева та Сергій Лазарєв Сергій, фестиваль «Песня года» существует 71-го года И вы с Лерой Кудрявцевой всего лишь третья пара ведущих Ты готов с «Песни года» уйти только на пенсию? Потому что с двумя предыдущими парами ведущих происходило именно так Так сложилось, так сошлись звезды И несколько лет назад Игорь Крутой и Алла Пугачева тогда еще вела Пригласили нас быть со ведущими И вот это продолжается уже в этом году шестой год Поэтому вполне возможно, что мы уже надолго с Лерой Ну, в общем-то, я не знаю, когда нас попросят уже уйти Надеюсь, что это произойдет не скоро В Украине теперь мы тебя будем видеть чаще Потому что теперь ты тренер «Голос Украины» Я так понимаю, что тебе станет в пригоде Наш подручник с украинской мовы, який мы тебе подарили на день народжения Слушай, ну да, может быть, все это понадобится Но я пока что выучил одну фразу Точно Я хочу стать твоим тренером Нормал? Так Более-менее Поэтому это я в рекламном ролике говорю Я хочу стать твоим тренером Ты учишь украинский язык? Возможно, уже взял себе преподавателя Потому что все-таки голос краины потребует знания больше украинских слив А не что ты знаешь Хочешь сказать, что Тамара Гварцетелли тоже будет по-украински говорить? Ох, не думаю Я на Арбенина заговорила и запела на украинском языке То есть и от тебя мы услышим не только песню Святослава Вакарчука С которым ты будешь сидеть рядом в креслах Кстати, первый раз я вообще у него поинтересуюсь Что он думает по поводу того, что мы спели с Ани Лоракой его песню Надеюсь, он нас не прибьет Мне кажется, что получилось хорошо Но, по крайней мере, я еще ни разу не слышал его мнения по поводу нашего исполнения А что касается заговорить по-украински Я, конечно, хочу Я думаю, что так как я буду чаще проводить больше времени в Украине У меня тем более, как я уже знаю, что у меня корни украинские Так что где-то вспомнится И как я залепечу по-украински Вам еще не остановите меня Говорит Львию За лоштунками перетнулись уроджения на Захидной Украине Спевачки Лолита и Анжелика Вару Я закрою Дверь за мною Не уходи Ухожу в голову Я закрою Дверь за мною Я не хочу тебя Я не хочу Я тебя не люблю Люблю тебя Лолита Лолита, витаю с ювилеем Что минув Звучайно, ювилей Зачали на работе Але чи було потім Святкування У приватному коле Узкий семейный круг Максимум, по-моему, у нас было 45 человек Не дотянуло до 50 Но часть моих товарищей была Колечка Басков подарил вот такое кольцо В ночь заехал, я была в калате Улетел на гастроли Сказал отбивать кольцо Филечка был на гастролях Макс Аверин Снимался А все остальные гуляли, пили, ели Все закончилось, как обычно Я танцевала на столе Но когда уже ребенок ушел спать Окрім цього розкішного подарунка Від Миколи Баскова Що ще отримали? Що донька подарувала? Ой, ребенок стихи сочинил На украинском языке Прочел в виде тоста Это самое главное Мус подарил потрясающие ботинки Все, как я люблю Чтоб были тепленькие На низком ходу В Украине вируют революционные дии Зараз в Украине протестный Майдан У вас не было бы желание Пойти до людей на Евромайдан? Я очень люблю артистов И неделю на русских и украинских Мы все практически выходцы И деньги зарабатывают все И тут, и там И братьев Кличко обожаю Но мне хотелось бы, чтобы каждый занимался своим делом Чтобы экономисты, экономикой Чтобы политики, политикой А дело артиста Выходить Даже если ты при выборной компании зарабатываешь Не агетируй Скажи честно Я пришел для хорошего настроения Денежку я получаю Это моя работа В этом нет ничего унизительного Но не агетируй Ты в этом ни хрена не понимаешь Я так понимаю, что вы все же таки Подтримаете входжение Украины До митного союзу Честно говоря Конечно, это вина правительства Может быть люди не пошли бы на Майдан И трезвее бы относились к Евросоюзу Есть достаточно примеров Той же Греции Как унизительно Сейчас о греках говорят Они тунеядцы, они там у нас на шее Была процветающая страна До тех пор, пока не попала в этот гребаный Евросоюз Понимаю, что если бы правительство Что-то делало для людей И люди понимали, что Это хорошая власть Она о нас думает Она об этом думает Не пошли бы они с таким рвением Они бы адекватнее относились к Евросоюзу Амады Байдану Ажелька, судячи с вашего костюма сьогодні У гримерки вашей з Леонидом вирували неабиякі пристрасти Были, трошечки были Но все добре Пострадал только костюм Леонид, с каким сердцем отпускал вас на сцену? Потому что он не приховывает того, что ревнует вас И говорит про то, что вы сейчас на сцене Больше раздягаетесь, чем одягаетесь Он уже закрывает на это глаза Как-то свикся Есть у него любимые костюмчики, которые он требует носить на кухне Это один из них По-моему, его это выдоражит Что вы робите, чтобы демонстрировать ось такую корму? Чтобы одягать такие костюмы? Я думаю, что мой рецепт вам не подойдет Потому что в первую очередь это нервотрепка В связи с концертами, в связи с работой, с семьей и так далее и тому подобное Остальное это много воды До 4-5 литров в день нужно выпивать теплой воды И раздельное питание Не смешивать углеводы с белками Когда я смотрю на ваш пресс И, извините, на заднюю часть Важно себе представить, что обходится без спортзала и без танцев На самом деле есть такая у музыкантов поговорка Когда спрашивают, вы репетировали? Музыканты отвечают, пусть репетирует тот, кто в детстве не репетировал То же самое могу говорить о форме, которая, на ваш взгляд, является идеальной Я очень много занималась спортом и в юности И до 30 лет очень плотно А это вот остальное явление Я уверена, что вы стежите за тем, что происходит сейчас в Украине Что происходит на Евромайдане Вы не думали, поехали поддерживать своих львовян в Львове В отношении политики я человек очень мелкий Моя семья – это моя страна И вот внутри этой страны, моей маленькой, я могу давать советы и принимать решения Все, что касается масштабов таких стран, как Россия, Украина Я советов не даю, потому что это глупо, не женское это дело И вообще очень сложный вопрос Все, что касается политики, все, что касается выхода людей массово – сложнейший вопрос Рекордсменка Софія Ротару піднимается на сцену пісні року 40-й раз поспіль Цего року – это 40-й раз на сцене пісні року А ты посчитала? Я? Нет, представляешь? 40-й? Можете відчути основу відменность між піснею року ось у ті роки? Тому що, ну, власне, тільки ви можете простежити ось ці відео-зміни Ну, тогда все немножко по-другому було Тогда был худсовет, все так строго Во-первых, все снималось на восстанке, если помнишь А, у тебя ще не було, коли я вышла 1 раз на сцену И мы были все очень-очень дружні Мы все готовились к пісні года Все с дому приносили, кто что, все готовили кушать И где-то мы назначали время после пісні года Допустим, в таком-таком-то месте все встречаемся Кобзон, Лещенко, Винокур, ну, Валя Толкунова Как мы отмечали пісню года Вот я за этим так скучаю, нужно сказать Зараз є артистичні автопаті, які влаштовують дуже пафосно А тоді артисти самі собі влаштовували автопаті Самі готували Самі готовили, самі все устраивали Получали огромное удовольствие І каждый год ждали, когда же, когда Тобто это было очень интересно для нас Да, это так было, это было здорово Нещодавно были на відпочинку з родиною У Німеччині, я так розумію, что удалось погуляти небагато Але все ж таки всією родиною, з онукою Неделя была отдыха, мы прекрасно отдохнули Недалеко от Франкфурта в Батене Потрясающе тихий, очень спокойный, красивый город Неделя пошла не только на пользу Це была подготовка до новорічних корпоративів Після Нового року є традиційний відпочинок на Мальдівах Вже удочку для рыболовли приготували, вже спакували Там не удочкой, это специально организовується Это рыбалка в океане, это просто не словами не передать, как это интересно А сейчас едем тоже с Аурикой, Настенька поедет с нами И Лида сестра с мужем А дети уезжают в Майами Толя, Соня, все с друзьями Ваша онука Соня підростає справжньою модницею Вона вже знімається для модних сайтів Ви якось контролюєте цей процес? Її зіркові прояви? Тому що, власне, поки у родині була одна зірка Зараз підростає ще одна Соня молодша Нужно ще дуже багато працювати над собою Вона займається з педагогом по вокалу, класу фортепіано А любима все-таки лошадь, вона конным спортом, знаєш, займається Вона каждый день к нему ездить, вона його просто обожає Зараз виконавці квапляться виводити дітей на сцену Приміром, Дмитро Маліков вже свою доньку давно вивив на сцену Ви думаєте про те, аби Соня молодше заспівала з вами дуетом? Просто вийти, тому що це моя внучка, я считаю, що неправильно Коли вона буде на всі 100% готова, якщо вона буде готова, то вона вийде на сцену Ніколай, ну кроме переезда в нову квартиру, кроме новоселья, чем ще запомнился год уходящий 2013? Там с Монсеррат Кабали, если брать в творчском процессі, ну і двома подарками в цьому году Тут, конечно же, вилла Тульмана Ісмаїлова і новий Роллс-Ройс в Турції Тепер там ты будеш делать ремонт? Нет, там все сделано уже, я могу просто жить Я уже Григорию Лепсу предложил, если он поедет отдыхать летом с семьей Он хочет поехать отдыхать, потому что у него пока проблемы с визами Турции ему виза не нужна, поэтому я ему предложил всей семье на месяц приехать и жить у меня на вилле Новий Роллс-Ройс отдал, собственно, подарок от поклонницы под новогоднюю елку Да, можно сказать так, ну, я всегда мечтал об этой машине, реально И я всем своим друзьям говорил, я очень мечтаю о Роллс-Ройсе, я очень мечтаю о Роллс-Ройсе И вот он появился Когда девушки делают дорогой подарок, то всегда дорогие подарки влекут за собой ответную реакцию И ты понимаешь, я думаю, о чем я Не ждет ли твоя поклонница от тебя ответных отношений? Я очень счастлив, что у этой женщины есть столько всего, что ей приятно было сделать такой подарок В новогоднюю ночь ходят слухи о том, что ты передвигаешься с одного корпоратива на другой на скорой помощи Нет, неправда, я Новый год всегда работаю в одном месте У меня на 5 лет уже расписаны новогодние корпоративы, просто люди заранее меня бронируют за год И то есть я уже не думаю, где я проведу 2015, 16, 17 И предоплата внесена на 5 лет вперед Нет Ты так в себе уверен? Нет, договор есть, да Новогодние подарки делают ли тебе те люди, у которых ты поешь в новогоднюю ночь? Да, чаще делают часы и подарки, дарят часы И часы дарить, это плохая примета Я за них всегда даю деньги Хучное повернение Выконавится головного караоке-хита року О, Боже, какой мужчина Спевачка Натали не приховывает эмоций Она всем сказала, кто ее мужчина и от кого она хочет дочку и сына Встречайте, Натали! Николай, Николай, Ковля В разный стой для души Ладно, Натали, в этом году вы, как никто, заслужили звание «Песня года» Потому что песня «Я хочу от тебя, сына» звучит буквально из каждого утюга, как принято говорить у артистов Этот год для вас был триумфальным Что с вами происходило вот в эти десять лет, которые широкий зритель вас не слышал? Ведь вы не выступали на «Песне года» на «Золотый громофон»? Хотел видеть, и я ехала на гастроли со своими хитами, так скажем, предыдущими Ветер смотрит, у, считалочка, я считаю дни до нашей встречи Один, два, три, четыре, пять недели Вот, не стерпелась, не стерпелась, черепашка И вот все хотели вновь и вновь слышать от меня эти песни Я подумала, ну, что я работаю вот такой певицей Фамилия которой Ветер смотрит улова И я должна нести радость людям вот в таком образе Сегодня со сцены «Песня года» прозвучала новая песня Это дуэт с Николаем Басковым Кто был инициатором дуэта? Вы или Николай Басков? Потому что я думаю, что к вам теперь стоят в очереди артисты, чтобы записать с вами дуэт Естественно, эта идея была Николая Я бы даже постеснялась и не решилась Таким звездам Но Николай позвонил, сказал, напиши мне песню про развод Ну, чтобы все плясали Я говорю, я стесняюсь Он говорит, все получится, я боюсь Не бойся, мне все приснилось Вот то, что вы сейчас видите, что происходит Это все приснилось Николаю Баскову Мы сейчас это просто воплощаем в жизнь его сон Я хочу от тебя, сына, ушла в народ и стала жить своей жизнью На нее есть множество интерпретаций, сколько знаете вы И я так рада, что мою песню поют И вот поют и под гитару, и под пианино, и как угодно, и празднуют И я прямо сейчас, сейчас Поэтому как угодно, пусть перепевает Либо весело было Вы из всех артистов, которые инвестируют свои деньги, заработанные в бизнес Пока это бизнес, его можно назвать риэлторским Потому что вы покупаете квартиры И вы бизнес Вы покупаете квартиры и потом их сдаете Или продаете Все не так сверхсупер замечательно, как вы говорите Вашими-то словами бы Если есть возможность, то, конечно, покупается что-то Потом сдается Но это не миллионы, какие-то миллиарды Все равно пока самая главная движущая история Это вот как бы то, чем я занимаюсь Не менее, вы зарабатываете немало, и эти деньги куда-то надо инвестировать Думали о том, что это могут быть не просто покупка и сдача недвижимости, а что-то большее? Ну, это, конечно, не рестораны Абсолютно Это как-то вот уже не то Ну, наверное, просто все-таки помещение Ну, действительно, этим занимаются многие Если вдруг такая возможность у меня выпадет Какое-то очень замечательное большое помещение на первом этаже Под какой-нибудь банк Вот это вообще супер Купить помещение, а потом его сдать Ну, да, я надеюсь, что все-таки собственность в нашей стране не будет отменена Я очень надеюсь Серед VIP-глядачей у новоречного шоу телеведуча Лена Ханга ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Келена, у вас подрастает дочь, сейчас ей 12 лет Вы разделяете музыкальные вкусы ребенка и как-то влияете ли вы на них? Я пыталась влиять, да Если уж мы говорим о попсе Когда у меня дочь увлеклась, я тут же принесла ей Майкла Джексона Я тут же принесла ей Витни Хьюстон Я тут же принесла ей Бейонсе Я тут же принесла ей лучшие примеры этого не самого высокого жанра И объяснила ей, что такое хорошо и что такое плохо Детям сейчас нравятся Потап и Настя, группа Градусы Нет, они с подружками что-то другое слушают Хотя елки, я вот знаете, край муха, у них там ВКонтакте, они что-то делают Вот елки я встречала Елка, вот сейчас она тут пела, да, это у нее есть ВКонтакте Не так давно Ирина Роднина, известная фигуристка, опубликовала у себя в соцсетях нелицеприятный Снимок президента Барака Обамы ее обвинили тут же в расизме Вы знакомы, конечно же, с Ириной Родниной И общались ли вы после этого с ней на эту тему? Нет, я с ней на эту тему не общалась Понимаете, мне кажется, что если бы это опубликовала просто прославленная фигуристка Это ее личное дело, она может вообще опубликовать все, что хочет Но поскольку Ирина депутат, мне кажется, она должна более ответственно относиться к тому, что размещает у себя на сайте И учитывая, что она долгое время жила в Америке, она прекрасно знает, конечно, разницу между Россией и Америкой То, что здесь не было рабства, здесь не было никогда государственного расизма, а в Америке было И та фотография, которая в нашей стране, может быть, не вызывает никаких соцсетей, в Америке вызывает Но, на мой взгляд, для человека, чья дочка живет в США, для человека, который очень много времени работал и жил в США Мне кажется, надо более ответственно относиться Так или иначе, Россия все равно остается страной, где обращают внимание на темнокожих людей И маленькие дети жестокие И в школе, я уверена, ваша дочь сталкивалась с проблемным отношением Не поверите, не поверите, у меня дочка учится в центре Москвы, в старой школе, в старой, с хорошими традициями Она там не единственная, ни звука не было на эту тему Мне кажется, что дети не рождаются расистами, а дети становятся расистами, как сказал Мандела, царство ему небесное Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой Вместе ты не скажешь до свидания Вместе ты прощаешься с тобой Филипп, я не могу вас не поздравить с днем рождения дочери Буквально на днях вы отметили, отметили с помпой Что подарили дочери? Праздник подарили, все были замечательные, подарки разные Я как раз сейчас вернулся из Англии, из Лондона Там была возможность все красиво в рождественских красках, цветах Ёлку нарядили уже, то есть уже у нас, мы в полной боевой готовности Так что у моей дочери очень хороший день рождения, потому что в преддверии Рождества и Нового года Поэтому все как-то живет этим духом праздника В новогоднюю ночь всегда артисты работают Сектора времени я практически закрыл для себя этот новогодний, так скажем, чёс Потому что я хочу, чтобы мои дети запомнили, что Новый год это все-таки семейный праздник И они должны быть в кругу семьи, в кругу самых близких им людей Поэтому мы встретим, а потом, когда уже детей спать уложим Вот тогда мы отправимся на работу, чтобы, как же так скажем, не изменять традиции Після передноворечних зверковых историй прощаемся на тиждень До встречи! Ваша Критя Осадчо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова